У него и пятый пункт, про который он не стал писать, значит, ну, чтобы получить больше информации, да, чтобы их не спугнуть. Потому что Плохотнюк ночью долго думал, откуда я знаю про эти вещи и про то, что происходит у него внутри, начал разбираться, там, нервничать и так далее. Пункт номер пять, значит, не позже 10 января, значит, Ренат Усаты должен быть в Молдавии живым или мертвым. Это то, что он сказал, шаг Саше Жиздано, а Саша с этим как-то не очень успешно справляется. Хочу передать Александру Ефимовичу Жиздано, которого знаю много лет, хочу передать, есть у него друг, мальчик в белой рубашке. Ребят, перестаньте заниматься ерундой. Все те, которые будут участвовать в этой группе по моему похищению, либо ликвидации, значит, они попадут либо в КПЗ, есть второй вариант, что они попадут на кладбище. И кладбище наверняка будет каким-то экономным вариантом, где-нибудь в 50-100 километрах от Москвы. И попадут на кладбище на законных основаниях, потому что сейчас начнут интерпретировать, что вот Усаты угрожают. Я не угрожаю сотрудникам полиции, и действующим, и бывшим, и всю эту вашу шушуру блатную, которую вы привлекли к этой истории. Ребят, значит, расслабьтесь. Как там говорит ваш президент, значит, пейте чай и не дергайтесь. Ребят, вы поймите одну вещь. Те, кто приезжали в Москву, которые работали, и те, которые выезжали с паспортами, оформленные на других граждан, существующих. Ребят, я вам всем передаю привет. У вас у каждого в жизни есть своя история. У кого-то их очень много и очень грязно. Но я предупреждаю вас, что пресекать здесь по закону, подчеркиваю, попытки похищения или тем более моей ликвидации будет жестко. Да, наверняка есть какой-то ушлый снайпер, который, может быть, попадет. То есть никто ни от чего не застрахован, понимаете, от таких ситуаций. Да, там с 600-700 метров, ну, весь мир будет знать, как бы, что и должен знать, что это история Плохотника. И этим он занимается, занимается, занимается очень давно.